Привет какой-то. Сегодня у меня не задавшийся день. Сначала забыла каточку, потом за мной шли какие-то полицаи. По-моему, я нахожусь напротив какого-то полицейского штаба. Хороший выбор, да? Для локации. О, опять идут. О, ведут каких-то чуваков. Ладно, меня они пока не обращают внимания. И что я хотела рассказать? Я хотела рассказать про темы харрасмента в российском образовании, индийском образовании и что-то третье. В общем, мне вчера попалась беседа каких-то двух женщин по поводу того, что к женщинам в российской среде отношения не очень. И все ими сказанное будет использовано против них. Такой патриархализм, патриархальность российского общества, сексизм и так далее. И мужчине позволено гораздо больше. И я вспомнила, что у нас в антропологической тусовке тоже была тема харрасмента. Девчонка написала об этом в социальной сети. Ее, конечно же, тут же все затравили. Ей пришлось все закрыть. И что могу сказать я по поводу российского образования, того профессора, на которого напали, я знаю. Я, честно говоря, с ним мало общалась и все было окей. И он, наверное, был как раз более лоялен ко мне, чем многие другие профессора, которые меня учили. А он был такой профессор со стороны, я видела меня недолго. Но, тем не менее, нападать на девушку из-за того, что она разместила что-то в соцсети. То есть, окей, она может быть права, она может быть и не права. И можно, я не знаю, разбираться в ситуации, но начинать объяснять, кто виноват. Просто. Как вот эта вот украинская девушка, на которую сейчас все накидываются. Я не знаю, что она написала. Может, она бред написала. Но все равно тут же накидывается, что она виновата в чем-то. Просто. Ладно. Так. Ой, опять пошлите людей в костюм. Ой, они меня запивают в смысле. Они еще в таких мощных респираторах по улице идут. Так, так, ловлю мысль, ловлю мысль. Где она? Отношение к девушкам в образовательной среде в России и в Индии. В России, да и в Индии тоже, наверное, везде. Мне кажется, что нормально закончить образование, если ты более-менее сохранен психологически, просто нереально. Из индийской образовательной системы я сбежала через несколько месяцев. Потому что, если у тебя есть хоть капля самоуважения, ты просто не будешь это терпеть. А в российской системе образования я тоже сбегала много раз. В конце я же ее добила, потому что у меня были направлены документы на продолжение обучения. И поэтому мне нужно было получить эту корочку. Но если бы не это, я бы свалила 100%. Потому что это просто трындец. Когда тебя отравит профессура, ты приходишь к высшестоящим личностям. И они тебе говорят, что ты пришла, тут люди работают, а ты небо коптишь. Пардон? Вы здесь работаете, потому что есть я, которая небо копчу вообще-то. Даже если я копчу небо. Просто что себе позволяет профессура в отношении студентов. Было бы профессор, который несколько месяцев меня мурыжил, не принимая у меня экзамен. Или принимая каждый раз к чему-то придираясь. Причем у него в придирке какие-то всегда одни и те же. Если ты знаешь, какие у тебя требования, ну ты выпиши их, выпиши. Что вот тебе нужно определение классификаций по Березкину. Окей, все. Человек придет один раз и сдаст. Но мне так же неинтересно. И причем этот человек знает, когда у меня дедлайн. И видимо он знает, до каких моментов можно растягивать дедлайн. А я-то этого не знаю. И, например, у меня дедлайн в четверг в три. Он мне говорит, я свободна в четверг в четыре. Или у меня дедлайн в пятницу. Он говорит, нет, на этой неделе я не могу. Вот вы можете меня противить. Следующую пятницу. Я не знаю, у меня растягиваются сроки. Нет. Так, так, так. В Индии, если ты приехала на стипендиальную программу, у тебя вообще нет никаких прав. Ты не можешь ничего требовать, просить. В принципе, индийцы, которые хоть что-то хотят получить, постоянно пишут бумаги, что им что-то не хватает, интернет и чего угодно. Причем я туда приезжала где-то в августе месяце, что ли. И у них все лето в моем корпусе не проводили интернет. И они все лето писали, долбили, приведите интернет, приведите интернет. К Новому году, то есть прошло уже несколько месяцев, они что сделали? Поставили зеркала на каждом этаже. Зачем нам зеркала на этаже? Нам нужен интернет. В общем, а если ты еще светлокожая, то тебя просто рассматривают как кусок мяса. Они сами признаются, что вот мы посмотрели американский фильм, и мы считаем, что белые вот такие, что они не против заняться сексом при первой возможности. При любой возможности полапать белую девушку. Отлично, да. Смотреть на нее, как на кусок салы. Это все было. И если случается какой-то харассмент, в низких школах он происходит по отношению к медицинским девочкам, об этом были скандалы, это все гремело какое-то время назад. В университетской среде, если это случается, то тебя просто выгонят. Никому не докажешь опять, что какой-то препод тебя харасил. И препод тоже будет вытирать ноги, как угодно. У меня был, например, препод, который мне не доставил 5 баллов за посещаемость. То есть обычно процент за посещаемость какой-то там 70, например. А у него процент за посещаемость 80, а у меня был 75. Нет, ты будешь признавать мне курс на следующий год. То есть доплачивать нужно какую-то сумму. Хотя у меня нет денег, я учусь на стипендии, которые я тоже практически не вижу. И когда вижу, она настолько мала, что ее не хватает просто ни на что. В общем, он мне говорит, следующий год будешь признавать. Потому что я вообще не могла сдать экзамен, потому что у меня не хватает этих 5% посещаемости. Я ему переношу справку от врача. Обычно, если что-то не хватает, приносишь справку от врача. А у меня там была такая кожная аллергия, на самом деле, что я могу этими справками просто обложиться с ног до головы, на самом деле. Просто видно, ты приходишь, у тебя вся кожа в язвах. И он говорит, нет, я никакие справки не принимаю, будешь приходить на следующий год. Говорю, окей, значит, мне в следующем году надо отходить 5% от этих занятий. Нет, будешь ходить все. Причем этот препод, который делает утренние занятия, если ты опаздываешь на 15 минут, то все. У тебя не будет засчитано. А иногда, ну я вообще плохо прихожу по утрам, а там еще, чтобы доехать до этого корпуса, нужно найти какого-нибудь байкера, который тебя подвезет каждый день. Нужно ехать с этим байкером, каждый день рассказывать, как тебя зовут, откуда ты, почему ты вообще здесь. Короче, вот так. В общем, что я хотела сделать? Посмотреть девицу, которая что-то пишет об обучении в Индии. Учеба и жизнь в Индии. Мой опыт. Полина. Мы были полностью растерянны, мы не знали, что мы будем жить, где, что вообще, что мы там будем делать надолго. И, в общем, мы просто решаем менять билет. Мы просто его поменяем. Там такое развернулось в Индии, что вот даже по приезду в Россию я приехала в конце января, мне потребовалось два месяца, чтобы, ну, просто как бы устаканиться. Походу, она тоже сбежала с обучения в Индии. В принципе, если ты сбегаешь от стипендиальной программы, то есть ты не только не можешь ничего менять, ты не можешь оттуда свинтить самовольно, ты не можешь даже на каникулы уехать самовольно. Я уезжала, никому ничего не говоря, к себе я тоже уехала, никому ничего не говоря, просто раз они об меня ноги вытирают, я тоже о них ноги вытираю. Всем привет, меня зовут Полина. Я очень рада, что вы снова смотрите мой ролик, и это на самом деле долгожданное событие для меня. Я очень долго мечтала вам рассказать очень большую историю. Ну давай, давай. Блин, все, мой телефон не выдержал. И конкретно, чтобы там чему-то научиться, очень много мест посетить и так далее. Это было большое желание для меня и для моей подруги. С ней мы вместе познакомились и варкали. У меня про варкалу очень много видео есть. Это было в таком ключе, что моя подруга очень любит Бали, а Бали не так. У нас были ограниченные возможности. Да, потому что как бы третий месяц уже пошел, но классные вещи к нам приходили по нашим финансовым возможностям, хотя они были намного дороже. и мы везде много где путеше... Ну вот, он опять вырубился. Девушка, давай быстрее расскажи. Мы были полностью растерянными. Ты поняли. Так, 10.35. Мы хотели пожить месяц в ашраме. Конкретно в ашраме Шанти Кунж. Ты где учеб это? Это большой ашрам в коридваре. На фестивале, что мы его там можем встретить и с ним пожить вообще. И в общем мы покупаем билеты в этот Аллахабад. Вот, но после Шанти Кунжа мы уезжаем в Решакеш, потому что мы там... Видимо у них были деньги. Если у тебя есть деньги, и ты едешь в Индию, то тут больше шансов на успех. Думали, что мы там получим работу. У нас там было назначено собеседование. Ну и просто мы хотели пожить в Решакешу. Ну да, с работой. Хотя не знаю, я думала там где-нибудь подработать, но потом как представила, нет, работать на индийцев, которые у меня уже в печенках сидели в этот момент. После этого, когда вот мы вернулись, конечно, было страшно возвращаться. После всех этих духовных в голове проработок столько было открыто. Духовные проработки начинаются. Столько встреч, столько... Ну еще тема, когда ты с кем-то, с подружкой, со своим кругом едешь, мне кажется, настолько не прочувствуешь, как относятся индийцы к белой девушке. Бесед глубоких и важных, которые открыли в нас понимание, кто мы и зачем. Ладно, эта девушка нам ничего не дала. Что вы израсходовали? Все, мой гигабайт закончился. Ну ладно. Все, тогда пойду завтракать. Приятного аппетита! Увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok